Перед судебным следом стоит маленькая, чрезвычайно точная мужичонка в бестрединной рубахе и латаных портах. Его обросшие волосами, изъеденные рябинами лицо и глаза, едва видны из-за густых нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он босс. Денис Григорьев, подойди поближе и отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акимов, проходя утром по линии на 141 версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. Каковой гайка, он и задержал тебя. Так ли это было? Чего? Так ли все это было, как объясняет Акимов? Знамо, было. Хорошо. Ну а для чего ж ты отвинчивал гайку? Чего? Ты это свое чего брось, отвечай на вопрос. Для чего ты отвинчивал гайку? Не нужна была, я отвинчивал бы. Для чего ж ей понадобилась эта гайка? Гайки те. Да мы из них грузилы делаем. Кто это мы? Кто мы, народ, кто? Ну климанские мужики-то есть. Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузилы врать. Отродясь не врал, а тут вру. Да не ж, ваше благородие, можно без грузила. Если ты живца, а ли выползка на крючок сажай. Не ж, он тебе пойдет ко дну без грузила. Хе-хе, вру. Да черт ем в живцет, езели он в поверху тряпаться будет. Окунь, щука, налим. Это завсегда на донную идет. Понял? Ну вот. А который езели поверху плавает, то тут только разве шришпер схватит. Да и то редко. Да нет, это в нашей реке не водится шришпер. Это рыба просторная. Нечего, что мне про шришперу рассказывать? Чего? Ведь вы сами спрашиваете. У нас и господа такое, самый последний мальчишка, и пойдет тебе с грузила ловить. Ну, конечно, который не понимающий, тот без грузила пойдет к ловить. Ну, дураку закон не писан. Так ты говоришь, что ты отвезли эту гайку для того, чтобы сделать из него грузила. А то что же, не в бабки играешь. Но для грузила, ведь ты же мог взять свинец, пулю, ну, гвоздик какой-нибудь. Свинец на дороге не найдешь, купить надо. А гвоздик не годится. Да нет, это, лучше гайку не найти. Нет. Она первое дело, что тяжелая. А второе дело, ты равниваешься. Дураков каким прикинуть. Тот, что вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, чему ведет этот отвинец? Не догляди в сторону. Ты споришь, ты мог сойти с рельсов? Людей бы убила. Ты людей убил бы. Не знаю, Господи, ваш, пожалуйста, зачем же где-то убивать? Не ж мы не крещеные, а ли злодеи какие. Слава тебе, Господи, 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 век свой прожили. Не только можно что убивать, а мыслив даже, если в голове не было. Спаси и помилуй, Господи. Тот, дарис небесный, вот и... А отчего, по-твоему, происходит крушение поездов? Ответи тебе три гайки, вот тебе и крушение. Ну да, толкует. Вот сколько лет всей деревни отвинчиваем гайки. Хранил Господь. А тут крушение, людей убил бы. Если я рельсу унес, о-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А ли положим бревно поперек ей на пути, положим. Вот тогда своротило поезд. Зато что, тьфу, гайка. Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам. Это мы понимаем. Мы ведь не все отвинчиваем. Мы оставляем. Ну как же, вот. Не безумание, понимаю. В прошлом году здесь сошел поезд с рельсом. Теперь понятно, почему. Чего извольте, а? Теперь говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсом. Я понимаю. Ну да, на то вы образованные милкицы даже. Господь знал, кому понятия давал. Вы вот рассудили как-то что. А сторож тоже мужик. Без всякого понятия. Эй, черт, хватает за шиворот, тащи. Ты рассуди. А потом сам тащи. Ну что, сказано, мужик. Мужицкий ум. Запишите, ваше благородие. Я, что он меня два раза по зубам ударил. И в груди. Когда у тебя делали обысок, то нашли еще одну гайку. Это в каком месте отвинтил? И когда? Это вы про ту гайку, что под кран сундучком, что ли, лежали? Я не знаю, где она у тебя там лежала. Но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил? Я ее не отвинтил. Это я мне Игнашка, Семенок Кривого, сын дал. Это ту этого. Ну вот эту. Ну, которая под сундучком пьет. А ту, что ли, на дворе саняк-то? Это мы вместе с Петрофаном вывинтили. С какими Петрофаном? С какими Петрофаном? С Петрофаном Петровым. Вот какие. Не знаете, не вода делает, господам продает. Ему много этих самых гайки требуется. Считай, на каждом дне вот штук десять. Послушай. 1081-я статья в уложении о наказании говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда она может подвергнуть опасности следующей по всей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье. Понимаешь, знал. А ты ведь не мог не знать, к чему ведет этот Винчев. Он приговаривается к спилке к каторжной работе. Конечно. Вы лучше знаете. Мы люди темные. Нет, мы эту штуковину понимаем. Ты все-таки понимаешь. А ты врешь. Прикидываешься. Ну зачем же врать-то? Спросите на деревни кольневейке. Безгрузила только уклейку ловят. А на что тебе хуже пискаря? И тот не пойдет. Безгрузила. Ну да, ты еще мне про шелешпера расскажи. Не водится. Не, не, шелешпер не водится. Пущаем леску безгрузила поверх водной бабочкой. Идет голова и той-то редко. Но молчи. Мне это идти? Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму. То есть как я скажу? Ваш благородник? Некогда. Не надо на ярмарке в горе три рубля за талпы получить. Молчи, не мешай. В тюрьму. Вы бы за что пошел. А что за здоровый живешь? Не крал. Не дрался. Да. А если вы насчет недоимка сомневаетесь, Ваш благородник, Вы не верите старости. Вы господин непременно члену спросите. Христалл на ее место на старость. Молчи. Я и так молчу. А что старость-то набряхал на учете ехать под присяжой. Понимаешь, как а дело? Наш три брата. Пусть два Григоря встал. Егор Григорь. И я. И я. Ты мне мешаешь. Эй, Семен. Увести его. Да нет. Наш три брата. Он тоже брат за брата не отвечил. Кузьма не платит. А ты, Денис, отвечай. Он судит. Надо судить умельче. Не зря. Хоть ты и высеки. Но чтоб за дело по совести. Спасибо. Спасибо.